Соседи рассказывают, девушка была очень умной и красивой, общительной и приятной. С отличием, окончила школу, успешно училась в университете. Три года назад по одной из студенческих программ поехала в Америку. Вернулась раньше времени уже в неадекватном состоянии. Ну, она открывает окно и кричит в окно. Просто с кем-то ругается в окно, с кем, не знаю. Такое ощущение, что сама с собой. Было летом, сильный приступ. Она выбрасывала зеркала, стекла, стаканы. Вот это все выбрасывает и кричит. Девушка уже три года состоит на учете в ПНД. По словам очевидцев, она носила домой всякий хлам и котят. С животными общалась, как с детьми. И, по ее мнению, лечила их даже, когда хвостатые умирали. По прибытию полицейских молодая женщина сильно ругалась и хотела выброситься из окна. Вместе с мамой патрульные уговорили ее пустить их в квартиру. Было очень сложно зайти в квартиру. Было очень много разных пакетов, стульев. Пола практически не было видно. Нам надо было пробираться. Комната девушки была полностью, абсолютно полностью завалена старыми вещами. Был ужасный запах. Она сидела уже на окне, держала у себя на руках пакет с мертвыми котиками, котятами. После девушка таки попыталась сбежать через окно. Но ее подхватили патрульные и вызвали медиков. Работники бригады скорой помощи определили диагноз – обострение шизофрении. Дальше отправили на лечение в ПНД. Врачи рассказывают, такое состояние человека может вызвать сильный стресс. Человек, который грамотный, много читает, начитан, он пытается больше себя контролировать, контролировать свои эмоции. И таким образом он более будет подвержен. То есть загруженность его головного мозга, восприимчивость всей информации может привести к этому. Врачи психонерологического диспансера говорят, при агрессивных приступах у человека, которые угрожают безопасности окружающих, необходимо сразу вызывать полицию и медиков. Ведь самолечение или игнорирование проблемы может привести к более плачевным последствиям. Девушка сейчас проходит лечение на стационаре. Когда она будет чувствовать себя лучше, сможет вернуться к нормальной жизни. Фера Никола Верненко, Дмитрий Микрюков, Первый городской.